Оливер Генри. Алое платье. Алый цвет сейчас в ходу. Вы замечаете это на улице? Конечно, другие цвета тоже не менее модны. Я на днях видел примиленькую дамочку, оливково-зелёный альбатрос, юбка с тройной оборкой с инструкциями в виде квадратиков из шёлка, кружевное фишу над Фигара. Рукава с двойными буфами, перетянутыми ленточками и образующими внизу два шу. Но всё-таки встречается много алых платьев. Попробуйте пройтись вечером по 23-й улице. Поэтому Мэйда, девушка с большими кариями глазами и волосами цвета корицы, служащей в универсальном магазине улей, сказала Гресс, девушке с брошкой из самоцветных камней и запахом мятных лепёшек в разговоре. У меня будет алое платье. Алое платье от портного ко дню благодарения. Ах, вот как, сказала Гресс и убрала перчатки 71-2 в коробку 63-4. Но я предпочитаю красный цвет. На пятой авенью видишь больше красного. И мужчины, по-видимому, любят больше красное. Мне больше нравится алый цвет, сказала Мэйда. И старый шлегель обещал сделать мне платье за 8 долларов. Оно будет примиленькое. У меня будет плессированная юбка. А на жакетке отделка. Галун, белый суконный и воротничок с двумя рядами. «Ну и штучка же ты», сказала Гресс, с особенной манерой прищуривая глаза. С двумя рядами судажа над плессированной белой жилеткой. Баска с кладками и... «Хитрая штучка», повторила Гресс. Рукава буф-гегот, перетянутые у манжет бархатными ленточками. «А что ты хочешь этим сказать?» «Ты думаешь, что мистер Рамзай любит алый цвет?» Я слышал, как он вчера говорил, что находит темные оттенки красного очень эффектными. «Мне все равно», сказала Мэйда. «Я предпочитаю алый цвет. А те, которым он не нравится, могут перейти на другую сторону улицы». Это замечание Мэйды наводит на размышления. В конце концов, поклонники алого цвета могут испытать разочарование. Опасность близка, когда девушка воображает, что она может носить алый цвет, независимо от своего цвета лица и чужих убеждений. А когда императоры думают, что их алые мантии без износа. Мэйда скопила благодаря 8-месячной экономии 18 долларов. Из этих денег она купила материал для алого платья и заплатила шлегелю 4 доллара вперед за работу. Накануне Дня Благодарения у нее будет как раз достаточно денег, чтобы заплатить оставшиеся 4 доллара. И тогда она в праздник в новом платье. Может ли Земля предложить девушке что-либо более восхитительное? Старый Бахман, владелец универсального улья, ежегодно в День Благодарения угощал своих служащих обедом. А потом в каждые из последующих 364 дней, исключая воскресенье, он умел обыкновение напоминать им о радостях минувшего банкета и о надеждах на грядущее, побуждая их этим относиться к работе с усиленным энтузиазмом. Обед сервировали в самом магазине на одном из длинных средних столов. Окна на улицу завешивались оберточной бумагой, а индюшка и другие вкусные вещи приносились через черный ход из ресторана на углу. Отсюда вы можете заключить, что Улий не был шикарным универсальным магазином с лифтами и прочими усовершенствованиями. Вы могли войти в него сразу, получить что нужно и благополучно выйти. На благодарственных обедах мистер Рамзай всегда «Ах, батюшки, прежде всего я должен был упомянуть о мистере Рамзайе. Он куда значительнее алого или зеленого цвета и даже красного брусничного салата. Мистер Рамзай был старшим приказчиком, и поскольку это вообще касается меня, я ему симпатизирую. Он никогда не щипал девушек за руку при встрече с ними в темных уголках магазина. И когда он в часы застоя торговал, рассказывал им разные истории, и девушки хихикали и восклицали. «Ах, фу!» Дело было не в фривольностях. Он был настоящим джентльменом. Но в других отношениях отличался оригинальными причудами. Он был помешан на здоровье, и считал, что люди никогда не должны есть то, что им нравится. Он резко восставал против всяких удобств и возмущался, когда люди спешили укрыться под крышей от снежной вьюги, или носили галоши, или принимали лекарства, или так или иначе холили себя. Каждая из десяти продавщиц видела каждую ночь в своих сонных грезах свиные котлеты с жареным луком. Что она стала миссис Рамзай. Ведь в будущем году старый Бахман сделает его своим компаньоном. И каждая из них отлично знала, что если ей удастся его поймать, она вышибет из него его манию здоровья самым радикальным образом, и даже раньше, чем у него пройдет несварение желудка, вызванное свадебным тортом. Мистер Рамзай был церемонией мистером на этих обедах. Два итальянских музыканта играли обыкновенно на скрипке и на арфе. И после обеда в магазине устраивались танцы. Два платья были задуманы, чтобы околдовать Рамзая. Одно алое, другое красное. Конечно, остальные девушки также будут на обеде в платьях, но они в счет не шли. Они по всей вероятности наденут какие-нибудь белые блузки с черными юбками. Куда же им равняться со слепительными алым и красным? Гресс также накопила деньжонок. Она решила купить платье готовое. Какой смысл возиться с портными, когда обладаешь такой хорошей фигурой? Готовое и предназначается для идеальной фигуры. Только чуть-чуть ушить в талии. Эти средние размеры отличаются ужас какой широкой талией. Наступил вечер, канун Дня Благодарения. Мэйда спешила домой, бодрая и счастливая в ожидании благословенного завтра. Ее мысли были алого цвета. Она была полна счастливого энтузиазма молодости к удовольствиям. Юность должна иметь удовольствие, если она не хочет зачахнуть. Она знала, что алый цвет будет ей к лицу и в тысячный раз старалась убедить себя, что мистеру Рамзаю нравится именно алый, а не красный цвет. Она сначала зайдет домой, чтобы взять четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу и спрятанные в последнем ящике комода, а потом снесет деньги Шлегелю и сама возьмет свое платье домой. Гресс жила в том же доме. Она занимала комнату над Мэйдой. Дома Мэйда застала гвалт и сумятицу. Хозяйка в передней злобно вертела языком, словно сбивала им масло в маслобойке. Затем Гресс зашла к ней в комнату с глазами, красными, что твое красное платье. «Она говорит, чтоб я убиралась вон», сказала Гресс. «Старая скотина. Потому что я задолжила ей четыре доллара. Она выставила мой сундук в переднюю и заперла дверь на ключ. Мне некуда идти. У меня нет ни одного цента». «У тебя же вчера были деньги», сказала Мэйда. «Я купила на них мое платье», сказала Гресс. «Я думала, что она подождет с квартирной платой до будущей недели». «Всхлипывание, рыдание, рыдание, всхлипывание. Ничего не поделаешь. Мейдиным четырем долларам пришлось появиться на свет». «Прелесть моя ненаглядная», воскликнула Гресс, превратившийся из солнечного заката в радугу. «Я сейчас заплачу этой подлой старой ведьме, а потом примерю свое платье. По-моему, оно божественное. Поднимись ко мне и посмотри. Я выплачу тебе эти деньги по доллару в неделю. Честное слово». День благодарения. Обед был назначен в полдень. Без четверти двенадцать Гресс проскользнула в комнату Мэйды. Да, она выглядела очаровательной. «Красный цвет был словно создан для нее». Мэйда сидела у окна в старой шевиотовой юбке и в голубой блузке, штопая свой чуб. «Ты еще не одета?» – взвизгнула девица в красном. «А что? На спине хорошо у меня сидит. Посмотри-ка. Ты не находишь, что эти бархатные вставки здорово шикарны? Почему ты до сих пор не одета?» «Мэйда». «Мое алое платье не поспело», – сказала Мэйда. «Я не пойду на обед». «Вот ужас-то! Мне страшно жаль тебя, Мэйда. Надень что-нибудь другое и пойди. Ведь будут только наши магазины. Они не осудят». «Я мечтала об алом платье», – сказала Мэйда. «Раз у меня его нет, лучше совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги скорее, а то опоздаешь. Ты ужасно интересна в красном». Мэйда просидела у окна добрую часть дня. Обед в магазине уже прошел. Она мысленно слышала крики девушек, вырывающих друг у дружки косточку «Бери да помни». Слышала, как грохочет старый Бахман над своими собственными глубоко туманными остротами. Она видела бриллианты на жирной миссис Бахман, появлявшаяся в магазине только в день благодарения. Она видела мистера Рамзая. Он, конечно, был все время на ногах. Ловкий, проворный, внимательный и старался, чтобы всем было хорошо. В четыре часа дня Мэйда с лицом лишенным выражения и с безжизненным видом медленно дошла до Шлегеля и сказала ему, что не может уплатить ему четыре доллара, которая она должна ему за платье. «Донору Ветер!» – сердито воскликнул Шлегель. «Отчего это у вас такой унылый вид? Заберите ваше платье. Оно готово. Когда-нибудь заплатите?» «Разве я не вижу, как вы проходите мимо моего магазина каждый день уже два года?» «От того, что я шью платье, я не должен понимать людей. Вы мне потом заплатите, когда сможете». «Забирайте платье. Оно мне очень удалось. Вы будете в нем очень хорошенькой». «Да, заплатите, когда сможете». Мэйда прошептала миллионную часть благодарности, наполнявшей ее сердце и убежала со своим платьем. Когда она выходила из магазина, хлесткая струя дождя ударила ее по лицу. Она улыбнулась, не почувствовав этого. «О вы, дамы, разъезжающие за покупками в экипажах. Вы ее не поймете. Девушки, гардероб которых заполняется за счет вашего папаши. Вам тоже не понять, почему Мэйда не почувствовала холодной струи благодарственного дождя». В пять часов она вышла на улицу в своем алом платье. Дождь усилился и поливал ее непрерывным потоком, подгоняемым ветром. Люди спешили домой или в трамвай, закрывшись зонтиками и плотно застегнув макинтоши. Многие удивленно оборачивались на красивую и спокойную девушку со счастливыми глазами, которая шла в алом платье среди буря, словно прогуливалась в саду под летними небесами. «Я уже сказал, что вам не понять ее. Дамы с туго набитыми кошельками и гардеробными шкафами. Вы не знаете, что значит жить в постоянной тоске по красивым вещам. И не доедать в течение восьми месяцев, чтобы свести воедино алое платье и праздничный день. Что ей теперь до дождя, града, вихря, снега, циклона? У Мэйды не было ни зонтика, ни галошь. На ней было только алое платье. И она шла в нем по улице. Пускай стихия разыгрывается вовсю. Из голодавшееся сердце должно получить хоть одну крупицу за год. Дождь лил на нее и стекал с ее пальцев. Какой-то мужчина показался из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла глаза и встретила взгляд мистера Рамзая, сверкавший восхищением и сочувствием. «О, мисс Мэйда!» – сказал он. «Вы положительно великолепны в вашем новом платье. Я был ужасно разочарован, не видя вас за обедом. Из всех девушек, которых я знаю, вы проявляете больше всего здравого смысла и разума. Ничего не может быть полезней для здоровья, и ничто так не укрепляет дух, как ваша манера бравировать погодой. Разрешите мне пройтись с вами». Мэйда покраснела и чихнула. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...